Привет, дорогие друзья! Вы на канале про дома на колесах. Меня зовут Александр Епифанцев. Мы в самом центре Баварии. Перед нами Баденское озеро, самое известное в Германии, пожалуй. И мы с вами непосредственно находимся на острове Линдау. Это прекрасное живописное место, и здесь мы для того, чтобы, во-первых, показать вам всю эту красоту Баварии, во-вторых, мы тестируем здесь новый Hymer BMC T680. Это новейшая модель от ведущего немецкого производителя. Мы разбираемся с новыми системами автопилота, которые здесь установлены, осваиваем работу внутреннего оборудования, новых мультимедиа устройств и всех удобств, которые в этом году предлагает компания Hymer. В период кризиса большинство европейских производителей отказались от дорогого шасси Mercedes-Benz Printer и переориентировались на более дешевые платформы, такие как Citroёn Jumper, Fiat Ducato. Но Hymer продолжал работу с Mercedes-Benz, и это сотрудничество дало свои плоды. Мы получили совершенно новый дом на колесах, который перевернул наши представления о караваннинге. Теперь Hymer – это переднеприводный автодом. Жилой модуль располагается на новом шасси Alka. Об этом не написано в описаниях к автодомам Hymer, но мы видим шильдики, которые наклеены на этом доме на колесах, и понимаем, что сотрудничество завода Hymer Mercedes все-таки подразумевало и работу с компанией Alka, которая известна своими технологиями в производстве шасси для автодомов и прицепов дач. Главная конструктивная особенность нового автодома Hymer BMCT позволила разместить в пространстве под жилым модулем большие запасы для воды, для хранения сточных вод, для багажа. Там же располагается отдельный аккумуляторный отсек. Все это мы с вами увидим уже внутри жилого модуля, и попробуем разобраться, чем же отличается этот дом на колесах от тех, что мы видели раньше. Очень важной характеристикой автодома для покупателей в России всегда был клиренс дома на колесах, и теперь он значительно выше, потому как нет заднего моста, нет карданного вала. Более того, плоский профиль днища, безусловно, добавляет аэродинамики этому дому на колесах. Hymer продолжает работу и улучшает свои сэндвич-панели. В этом году это новая формула, новые технологии сочленения, новый уровень изоляции. Мы с вами познакомимся с интерьером чуть позже, а я расскажу вам об основных элементах внешнего оборудования. По традиции будет располагаться, конечно же, сервисный лючок для обслуживания биотуалета, решетки холодильника. Помните, это у нас во всех автодомах. Снаружи мы с вами увидим подключение автодома к внешней сети 220 вольт, и важной особенностью этого модельного ряда это большое багажное деление с увеличенным объемом и грузоподъемностью. Hymer всегда будет отличаться вниманием к деталям. Вроде бы багажник и багажник, но, смотрите, он обит специальной тканью, которая очень устойчива к внешнему воздействию. Всегда будет кармашек, в который можно сложить какие-то мелочи, всегда будет газлифт, который будет облегчать вам открытие, закрытие этой двери. все практически можно делать одной рукой. Видим также нижняя часть багажника отделана алюминиевым листом. Есть специальные петли для крепления вашего груза, будь то велосипеды. Сюда я даже могу поставить небольшой мотороллер, потому как на стикере вижу обозначение 450 килограммов. конечно, будут полочки для мелких предметов на внутренней стенке, освещение и некоторые элементы водоснабжения. В частности, мы с вами увидим специальный кран для слива воды из цистерн источных вод. Чтобы у вас не оставалось вопросов к этим предметам, я скажу, что это лесенка, которая понадобится, чтобы забираться на дополнительную кровать. В целлофане лежит дополнительное пятое место для пассажира в салоне, и в коробке располагаются пакеты с документацией, инструмент и фаркоп, который при необходимости может установиться и вами как-то использоваться в своих задачах. По левому борту у нас будет располагаться горловина для заправки воды. Напомню, друзья, что теперь запас пресной воды у нас составляет 150 литров в данной модели. Далее, в нижней части у нас лючок для багажа. Для удобства есть специальный фиксатор. Мы эту дверку пристегиваем и осуществляем погрузку. В данной комплектации у нас не очень богатое газовое оборудование. Здесь стандартный понижающий редуктор на 30 миллибар, ну и, собственно, шланг, который подает газ от баллона в систему. На мой взгляд, стоит установить сюда систему до комфорт и пореже заглядывать в этот отсек. Шассиалка позволила установить сюда недорогую систему стабилизации на парковке. Мы называем это выдвижные ноги, которые позволяют зафиксировать автодом на время сна. И эта штука позволяет не раскачиваться дома на колесах, когда кто-то ходит из передней части в заднюю или просто ворочается на кровати ночью. Важной характеристикой этой модели является дополнительная кровать над гостиной. Покупатели в России катаются большими семьями с друзьями, поэтому дополнительная кровать, она всегда является важной опцией при выборе дома на колесах. Mercedes-Benz Sprinter в этом году полностью переработан. Мы с вами видели уже много роликов, которые показывали изменения во внешнем дизайне. Очень многое поменялось внутри, начиная от таких мелочей, как подстаканники, бардачки, форма кресел. Помимо всего прочего, добавлено огромное количество опций, часть из которых мы заказали в этом доме на колесах, и с вами сейчас будем знакомиться и изучать, как это все работает и выглядит внутри. Добро пожаловать в гостиную, друзья. Ну, я не буду восторгаться и пытаться удивить вас чем-то здесь. Мы видим по-прежнему L-образную столовую группу, регулируемый стол. Важно отметить, что он на телескопической ноге, и здесь оборудоваться еще одно пятое спальное место. Сидения пилотов в кабине также выполнены из вот этой симпатичной белой кожи. если бы мы могли передать вам запах этого немецкого нового автодома, наверное, было бы проще говорить об этом комфорте, который я сейчас ощущаю. но вот этот вот на первый взгляд маленький диванчик, наверное, кресло, как назвать, стул, он, конечно же, выполняет свою функцию. здесь может присесть один из гостей, но одновременно с этим мы можем расположить здесь и пятого пассажира. сидение для движения находится сейчас в багажнике. мы его покажем вам немножко позже. из отличительных моментов, которые бы я хотел здесь выделить, мне очень понравились в этом году петли ящиков. многие автодома, которые попадали, скажем, под руку, они немножко меня пугали тем, что ящик надо было придерживать, чтобы он не бил. здесь этого делать не нужно, он плавно опускается, его нужно всего лишь зафиксировать. да и если, даже если вы забыли вдруг его закрыть, начав движение, он не будет открываться и, скорее всего, ничего не выводится наружу. с противоположной стороны тоже располагается большой ящик, но надо заметить, что здесь у нас находится также электрический механизм опускания кровати, поэтому пространства здесь не так много. но, тем не менее, он свою задачу выполняет, что-то сюда можно сложить. но рассчитывать на него, как на большое пространство, я бы не стал. тем не менее, он также очень приятно и мягко закрывается. любой полуинтегрированный дом на колесах предлагает вам полочки над кабиной водителя и пассажира. здесь для хюмера уже привычные фонарики освещения трех типов. наверное, все-таки двух, потому что выключены, включен белый свет и синий ночник. сложно сказать, зачем этот свет нужен. может быть, вы в комментариях напишите. наверное, когда уже все спят, можно аккуратно что-то посмотреть, может быть, прочитать, чтобы не дочитали днем. такие фонарики располагаются с обеих сторон, слева и справа. сейчас его обратно зажгу. ну, функция у них, в принципе, довольно-таки понятная. подсветить что-то либо в дороге, либо ночью, когда уже все спят. мы с вами видим главную фишку этого дома на колесах, это опускаемую кровать. важно, что она опускается гораздо быстрее, допустим, чем в автодоме Adria. привод и механизм нам знаком этот вариант. мы видели в автодомах Бюстнер не раз. мы его можем заметить по этому ключику, который вставляется в Adria. этого ключа нет, здесь он всегда присутствует. ну, не знаю, плюс это или минус, наверное, решать вам. хотите, можете всегда оставить включенную эту кровать и ключ оставить дома. если же вы хотите, чтобы кто-то, допустим, не баловался этой кроватью, может быть, едут дети с вами, то можно ее отключать, и она останется в положении, которое вы оставили, покидая автодом. если вдруг что-то случилось, ну, мало ли, электричество пропало, сел аккумулятор, всякое бывает, существует механизм механического опускания кровати. есть специальный вороток, он вставляется вот сюда, механизм, и вращая его, вы приводите кровать в нужное для вас положение. видим с вами, что кровать располагается в специальном углублении в крыше, и это делает высоту потолка, в принципе, приемлемый. при моем росте в 175 сантиметров, я полагаю, что здесь будет порядка 180 сантиметров. соответственно, если у вас рост там чуть выше 190, вам немножко придется, конечно, наклоняться, ну, либо зайдя в автодом, собственно, сразу просесть на удобное кресло, вот, либо на диван, либо на кресло водителя или пассажира. обязательно вам скажу о таких деталях, как наличие розеток в гостиной, потому как раньше для нас было привычным, когда пассажиры на втором ряду сидений просят заряжать свои телефоны и лезут со своими зарядками в кабину. сейчас этот вопрос решен. на полочке, ну, на стене у пассажиров есть две usb розетки и еще 12 вольтовая розетка. если же они, если мы стоим на стоянке, то есть розетка 220 вольт. то есть здесь полный блок для электропитания людей, которые располагаются вот в этой гостиной. ну, в принципе, оно не только для пассажиров, но и для водителя, который, допустим, остановился, двигатель выключен, соответственно, электричество уже не идет, с панелью управления. соответственно, можно подключать свои гаджеты сюда. с этой стороны мы видим два крючка для одежды. сюда можно повесить куртку, зайдя в автодом. также курточку можно повесить непосредственно на входную дверь. надо отметить, что Hymer старается держать марку домов на колесах, которая предлагает вам комфорт значительно выше среднего. и это прежде всего мы замечаем в деталях, начиная от входной двери, заканчивая элементами оформления кухни, туалетной комнаты. вот, пожалуйста, мы с вами находимся на входе, и вот эта панель, она очень мне напоминает механизм работы в таких автодомах, как, допустим, картага, может быть, даже феникс. то есть это панель приборов, и оформление, оно вот относится к домам гораздо более высокого класса, чем средний. и мы видим с вами здесь панель контроля, который позволяет нам включать-выключать свет и контролировать зарядку аккумуляторов и запасы воды в этом доме. справа мы видим пульт управления климатом Truma. в данный момент у нас выключено, но, в принципе, мы здесь уже какие-то настройки производили, но время, к сожалению, стоит неверное на данный момент. над этим, над этой панелью у нас располагается полка для каких-то предметов, но, судя по всему, сюда можно установить тоже какие-то регуляторы и контроллеры для дополнительного оборудования. я вижу здесь вот три коннектора. к сожалению, понеснить не могу, нужно посмотреть в инструкции, что сюда предлагается доустановить. далее здесь, как опция, установлен телевизор. видим логотип Hymer. вообще, он называется Alphatronics. сюда можно поставить телевизоры побольше, но вот мы в данном случае заказали такой. бывает, что телевизор развернут вертикально, и сюда помещается гораздо большая диагональ. вот, но в данном случае у нас маленький. работает все очень просто. тянем за рукоятку, и освобождается телевизор от стенки. видите, очень большой кронштейн. для чего? вы спросите. не то, чтобы посмотреть близко кому-то здесь в гостиной. нет, чтобы развернуть его в эту сторону и смотреть его лежа на кровати. но, наверное, вы отметите, что важным является установить еще один телевизор и в спальное место, но на мой взгляд, телевизором в наше время злоупотреблять нельзя. отдыхать нужно в том числе и от наших медиа, друзья. поэтому, если нужно что-то посмотреть, пожалуйста, есть телевизор в гостиной, в спальне. если хотите установить, конечно же, можно поставить, но нужно отдыхать от информации, может быть, даже в большей степени, чем от работы, друзья. я тем временем уже открыл холодильник. здесь ничего нового мы с вами не увидим. это стандартный тетфорд с отдельной морозильной камерой. полки можно менять по своему усмотрению. а есть такой вот подвесной ящик и вот такой большой ящик внизу, который тоже очень плавно отъезжает, заезжает. в общем, работает от 12 вольта 220 вольт при подключении к внешнему источнику питания, и от газа, и на стоянке в движении. в движении, конечно, напомню, что нужно будет установить газовый редуктор с краш-сенсором, или так называемый дуо комфорт, друзья. под холодильником вижу еще один ящик для хранения, может быть, каких-то овощей, которые не требуют холодной температуры. и мы с вами уже в кухне. стоило просто отвернуться от холодильника, и уже попадаем в газовое плите. очень лаконично и просто все сделано. видите, регуляторов здесь нету, как обычно бывает. они находятся под панелью. далее следуют ящики для столовых приборов для всей кухонной утвари. их здесь целых три. над плитой мы с вами обнаружим тоже подвесной ящик. и важный момент, я должен отметить это, здесь я не вижу вытяжки. опционально это можно будет организовать вам, если захотите, поставим. вот сейчас в этой комплектации ее нету. ничего страшного, на мой взгляд, потому как я сторонник того, что в автодоме не нужно готовить тяжелые мясные блюда. здесь место для того, чтобы приготовить себе утром кофе, может быть, пожарить яишенку, кашку, организовать себе. но, в любом случае, надпись на стеклянной крышке гласит, если вы хотите подготовить на плите, пожалуйста, откройте окошко, чтобы весь теплый воздух уходил наружу. крышка мойки выполняет одновременно функцию разделочной доски, друзья, и, соответственно, добавляет площади рабочей поверхности, когда вы не пользуетесь мойкой. вот большие шкафы, наверное, и масса 15 килограмм здесь указано. 15 килограмм, вы поверьте, это довольно-таки приличный вес. там можно и кастрюли составить, и сковородки. давайте нижние откроем. ну, видите, постепенно внедряются, так скажем, идеи разделения мусора и автодома. душевая кабина, друзья, очень приличный размер. видим деревянный поддон. чаще всего в описании просят его поднимать, если вы решили помыться. зачем он тогда, в принципе, здесь стоит, сказать сложно. ну, наверное, для того, чтобы я мог, допустим, вот так на него встать и закрыть вот эту дверь. теперь все это пространство у нас объединяется в одну площадь, и я могу себе позволить заниматься гигиеной, вот, в принципе, в этом большом пространстве. туалетная комната очень больших размеров для данного типа автодома. что, я, кстати, не могу сказать про ящики. бывает, что в туалетной комнате довольно-таки глубокие шкафы, там можно и полотенце сложить. здесь все-таки шкафчик выполняет функцию хранения для каких-то флакончиков с вашими духами, шампунями. ну, конечно, можно и щетку поставить, и пасту, но, видите, он не очень глубокий. тем не менее, все очень элегантно сделано. полотенце можете сложить в любой шкаф вне этой туалетной комнаты. здесь я вижу включение и света. есть розетка 220 вольт. вот уже очень большое зеркало, прекрасно освещается. когда нужно проветать, вы просто открываете люк и закрываете его на антимоскитную сетку, чтобы не летели насекомые, какие-то листья и так далее. и есть базовая вентиляция, которая открыта всегда. здесь из нового, я вряд ли вам что-то покажу. биотуалет стандартный тетворд, вращается с электросмывом, с датчиком наполнения. вот здесь есть карман. поставить можно сюда тоже какую-то химию, может быть, освежитель. под умывальником будет держатель для туалетной бумаги. ну, и здесь тоже, мне кажется, прекрасно разместится туалетная химия, те же самые баночки с заполнителем для биотуалета. ну, имеется в виду химия в виде пакетиков или жидкий наполнитель, чем вы пользуетесь, не имеет значения. важно, что пространство большое, оно отделяется от гостиной вот такой плотной дверью. друзья, вы спросите, а можно ли отделить туалетную комнату от спальни? да, вот существует такая занавеска, она отделяет. вы спросите, а как же вот здесь? здесь тоже будет укладываться пуфик, специальная деревянная дощечка, и получается, спальное пространство у вас будет полностью изолироваться от туалетной комнаты и душевой. удачная конфигурация, на мой взгляд. здесь довольно-таки вместительная душевая, очень просторный туалетный узел. в принципе, замечание вот именно по этой части автодома нет никаких. добро пожаловать в спальню, друзья. сейчас вам очень оперативно покажу все элементы. первая ступенька у нас поднимается. здесь мы видим коммуникации и доступ к цистерне чистой воды, которые располагаются у нас в двойном полу. вторая полка у нас еще более хитрая. здесь скрывается лесенка, которая позволяет заходить на кровать. таким образом раз, два, и все. я могу уже располагаться на кровати и готовиться ко сну. убираю это быстро обратно. таким же образом практически все делается одной рукой, друзья. обратите внимание, это такая же гениальная. сложный элемент. я беру и убираю одной рукой. все. я щечку тоже так приподнимаю. все, готово. значит, конечно же, в этой планировке будет шкаф для одежды. он тут довольно-таки приличного размера. горит свет. здесь мы видим два пуфика, которые понадобятся для оборудования дополнительного пятого спального места. если их отсюда убрать, у нас здесь получается шикарнейший гардероб. дорогие автодома отличает вот эта поддержка. видите, разного цвета эти пластиковые элементы. этот более мягкий, этот пожестче. или наоборот, друзья, ну, нужно щупать. по-моему, этот, наоборот, мягче. эта система позволяет сделать ваш сон еще более комфортным. даже вот на этих ортопедических матрасах небольшой толщины вы будете себя чувствовать очень хорошо, друзья. значит, мы видим с вами сейчас два раздельных спальных места. есть пластиковая деталь, которая может служить, во-первых, столиком, вот таким, чтобы здесь можно было поставить какие-то напитки и вечером, допустим, смотреть телевизор. но одновременно с этим она выполняет с вами с нами функцию расширения. таким образом мы вставляем сюда, добавляем пуфик и получаем уже общее спальное место. спросите, зачем вот эти элементы? я вам сейчас внимательно покажу. значит, по этой деревяшке все довольно таки просто. мы видим с вами картинки, когда человек либо ногой, либо рукой упирается в открытое окно. соответственно, эта фанерка позволяет закрыть окно на время сна, и вы не вывалитесь наружу и не проломите окно. вот эта дощечка, наверное, подойдет для тех, кто спит неспокойно. мы ее вставляем сюда под матрасы и можем сберечь себя от падения ночи, друзья. мы, закрывая занавеску, создаем полностью изолированное спальное место, друзья. Hymer всегда будет отличаться вот этими боковыми ящиками, которые здесь подвешены. как раз сюда можно сложить полотенце, какую-то одежду. будут полочки обязательно. ну, и, соответственно, на задней стенке тоже два больших ящика. здесь я вижу, у нас располагается закрытая полка и открытая. то есть что-то сюда можно сложить просто не вставая с кровати, не открывая ящик, просто положить сюда, допустим, телефон, книжку, журнал, то, что вы, допустим, читали на ночь. здесь удобный кармашек также для какой-то литературы, включение-выключение света, и здесь мы можем обнаружить розетку 220, 12 и 2 usb розетки. Hymer старается выполнять пожелания своих покупателей, которые все чаще и плотнее привязаны к своим гаджетам, и которые требуется постоянно заряжать. вот такое функциональное спальное место, друзья. не к чему здесь докопаться. ну, может быть, если захотите, повесите сюда телевизор, чтобы не приходилось смотреть тот, который висит у нас в гостиной. уже не раз вам показывали этот функционал, который нам дает новое slc-шасси, но я покажу вам снова. вдруг, кто не видел, в двойном полу у нас отполагаются все коммуникации. черного цвета эта цистерна с грязной водой, белого цвета с чистой водой. соответственно 180 и 150 литров. то есть запас автономности у автодомов Hymer на новом slc-шасси значительно увеличен. следующий отсек у нас посвящен исключительно багажному пространству. доступ осуществляется в это пространство отсюда, либо снаружи. этот ящик мы с вами открывали, когда рассказывали о внешнем оборудовании. итак, двигаемся в сторону кабины, открываем следующий лючок, и обнаруживаем здесь центральный электрический блок. здесь у нас располагаются все предохранители, которые нужно проверять в первую очередь, если у вас перестало что-то работать. погас свет, не работает холодильник, не включается печка, либо не течет вода. заглядываем сюда, ищем соответствующую иконку и проверяем предохранитель. следующий лючок, полагаю, будет посвящен аккумуляторным батареям. все верно, друзья. Hymer вот прекрасно распределил все эти элементы в пространстве, в двойном полу. мы видим здесь два аккумулятора варта. здесь, возможно, иная конфигурация аккумуляторных батарей. можно заказать литий-ионную новую батарею, которая состоит из нескольких модулей, которые вообще увеличивают вашу автономность до 10 дней практически, при условии, что у вас еще солнечные панели. в общем, все в руках покупателей. можете заказывать удобные для себя конфигурации по электричеству, по воде, и, собственно, получать удовольствие от ваших путешествий. и вот опускаемая кровать, друзья. поворачиваем ключик, нажимаем на кнопку вниз, и она послушно опускается на уровень для сна. все. нижнее положение. можно включить свет. включатель здесь сенсорный, просто касайтесь пальцем металлического колечка, загорается свет. да, дверь немного перекрывается, но выйти на улицу, как я иногда люблю по утрам, проснувшись раньше всех, можно без проблем. под кровати у нас находится специальная поддержка. есть страховочные сетки, которые предотвратят падения, в случае, если вы спите неспокойно. таким образом, у нас получается 5 спальных вес в автодоме. пятое спальное место мы с вами сейчас также посмотрим и попробуем сложить. размер 5 спального места практически 2 метра. расположиться здесь можно достаточно комфортно одному человеку. мне приходилось спать на такой кровати в автодомах Adria Polaris SL. не сказать, чтобы супер комфортно, но спать здесь можно, и если у вас действительно большая компания, то это прекрасное место для сна. ну что ж, друзья, настало время познакомиться с оборудованием, с приборами управления обновленного Mercedes Sprinter, и мне не терпится рассказать вам о всех функциях и помощниках, которые теперь доступны в этом автомобиле. первое ощущение, что, черт возьми, как со всем этим разобраться. огромное количество кнопок, дисплей здесь, он, кстати, скрином, здесь можно управлять им. тут тоже большой цветной дисплей. по сравнению с предыдущим Mercedes, конечно, здесь все поменялось просто с ног на голову, и ты понимаешь, что ты уже не в каком-то коммерческом грузовичке передвигаешься, а практически в полноценном Mercedes, который мы с вами видели, знаем уже много лет, со всеми этими удобствами управления сенсорными клавишами и прочими делами. но смотрите, на самом деле все очень просто. на рулевом колесе у нас две площадки с элементами управления. левая отвечает за движение в большей степени, правая за контроль мультимедиа системы, за контроль навигации, разговорами по телефону. все это прекрасно проиллюстрировано, и все клавиши обозначены специальными иконками. то есть мы можем видеть, что да, тут мы снимаем, кладем трубку, регулируем громкость, можем сказать что-то системе, допустим, так сказать. привет, mercedes. чем могу помочь? вот, можно разговаривать. вот эти голосовые помощники, они уже буквально живут вместе с нами. я хотел сказать, но он, в принципе, сейчас хочет у меня спросить, что же мне нужно. включи музыку. ну, смотрите, музыку она включила, но прежде чем услышать какой-то трек, конечно же, нужно добавить устройство. и это делается довольно просто. достаете свой телефон, включаете bluetooth и авторизируете здесь. давайте вернемся к элементам управления. очень интересно, что есть сенсорный джойстик, который позволяет управлять меню. довольно-таки просто это делается во время движения, не сильно отвлекает вас от управления автомобилем. ну, а если уже пользоваться активными помощниками в движении, то это превращается, в принципе, такое в интересное занятие. ну, первые, конечно, часы вам будут сложновато лазить там по меню, смотреть на эти большие дисплеи. но в дальнейшем, со временем вы привыкнете к этому комфорту и к возможности немного отвлекаться от управления, и сможете здесь развлекать себя некоторыми опциями, которые предлагает вам, допустим, панель управления. ну, сложно назвать это развлечениями. ну, что ж, друзья, на центральной панели управления у нас главный монитор, который отображает состояние автомобиля. нажав на кнопку домой, мы получаем вход в основное меню. здесь у нас простая иконка, которая нам докладывает о важных показателях, такие как сажевый фильтр, уровень его, видимо, загрязненности, уровень моторного масла, ассист плюс, это ТО, видите, через 722 дня нас приглашают в сервисный центр, чтобы проверить, все ли в порядке с нашим мерседес-спринтером. вот, собственно, также мы видим уровень в бачке AdBlue, и сообщений у нас на данный момент нету. вот, далее, значит, двигаемся к следующей иконке, это вспомогательные системы. в данной комплектации у нас их две. сейчас у нас автомобиль запустится, и, на мой взгляд, даже в этом состоянии мы должны получить доступ к каким-то системам уже сейчас. да, вот я нажимаю на клавишу выставления дистанции, ну, видим с вами, да, очень наглядно показан выбор дистанции перед впереди идущим автомобилем. мы можем в любое время его переключать, ну, для комфортного, на наш взгляд, режима. также можем выставлять, но сейчас не получится, потому как мы стоим на месте, но вот, простая иконка нам позволяет увидеть, сколько у нас выставлено в качестве скорости для круиза. то есть, обычный круиз-контроль может быть, может быть, дистроник, который позволяет прикрепляться к предыдущему автомобилю. вот, также есть режим удержания в полосе, он активируется уже непосредственно в движении, тут мы его не сможем никак активировать и посмотреть, потому что в пассивном режиме находится сейчас эта система. ну, что ж, двигаемся дальше. путевая статистика нам показывает общий пробег, пробег за конкретный отрезок дистанции, очень интересное меню, которое показывает нам актуальный расход, далее скорость в цифровом таком режиме может здесь отображаться. далее мы видим отметки, допустим, после старта, сколько мы проехали, и очень интересная функция, которая называется charge. даже не функция, а вернее, наверное, индикация. она показывает, насколько вы комфортно водите и насколько экономично ваше вождение. то есть можно плавно трогаться, плавно тормозить, совершать правильные маневры, и тогда компьютер вам будет показывать, насколько вы экономите, передвигаясь, допустим, на трассе, на автомобиле, сколько фактически вы, допустим, сохранили себе запас хода, за конкретный отрезок времени, друзья. вот, все это можно анализировать, так немножко бодрит во время длинной дороги, можете замерять свои показатели, насколько вы хороший водитель, грубо говоря. следующая опция у нас именно навигация, но тут больше она, в большей степени она работает как компас. все-таки основное, основной дисплей для навигации находится на центральной панели приборов. здесь мы видим только направление по компасу U. видите, значит, едем на юг. и можно включать, по-моему, выбрать какие-то последние точки, в которые вы направлялись, и быстро их активировать вот с левого меню. то есть некоторые функции автомобиля, они перекликаются. то есть можно управлять некоторыми функциями и с левой части сенсорного, вот этого управления на руле, и с правой. ну, что ж, следующий пункт – это радио. то есть, как я и говорил ранее, некоторые функции автомобиля касаемо мультимедиа могут управляться с различных устройств. ну, то есть, я имею в виду, можно управлять радио с центральной сенсорной панели, с центрального монитора можно управлять и на руле, и видеть отображение радиостанции вот на центральной панели. если вам удобно так, вы можете переключать радиостанции вот непосредственно на центральной панели приборов. что касается соединения мультимедиа с вашими гаджетами, то здесь делается все быстро и просто. через bluetooth активируйте связь и слушайте музыку со своего айфона, андроида или других устройств воспроизведения. одновременно с этим вы можете подключить функцию громкой связи в автомобиле. ну, по сути, когда вы подключаете телефон, у вас спрашивает использовать его просто как плеер для воспроизведения музыки, либо не только как плеер, но и как телефон. то есть это все с вашего разрешения делается системой. можете скопировать даже телефонную книжку сюда и осуществлять звонки, вообще не касаясь телефонной трубки. она у вас просто лежит в кармашке, и вы ее достаете уже в определенном случае, когда вам нужно посмотреть, смс прочитать, допустим. ну, значит, последнее меню у нас настройки. здесь можно выбрать чувствительность датчика дождя. не так уж и много на самом деле различных индикаций, которые здесь можно регулировать. видите, можно постоянно поставить отображение уровня AdBlue, можно выключить и показывать его только по требованию. поэтому, друзья, не все так сложно, как может показаться на первый взгляд. вот я первый пять минут сел, думаю, сейчас я буду тут разбираться три дня. нет, все очень просто, все написано, все на русском языке, и проблем с управлением этим автомобилем вот в этом контексте у вас, поверьте, точно не будет. это канал про дома на колесах. меня зовут Александр. этот автомобиль мы показали благодаря нашему покупателю. следующий такой автомобиль ожидается в апреле 2019 года. приезжайте в москву на проспект мира 150, площадка возле гостиницы Космос. спасибо за просмотр. до новых встреч. пока.